И сегодня по традиции детей и родителей поздравляет наш телеканал. Акция «Стань первым» прошла в Тульской области. Многодетные семьи, маленькие пациенты в больницах, воспитанники кадетской школы получили подарки. А взрослые постарались угадать и выполнить их желание, чтобы этот праздник запомнился всем. Давай, вот так вот, как крепко так. Благодарил будешь, да? Еще неизвестно, кто кому устроил сегодня праздник. Увидеть эти сияющие детские лица и глаза, продлить мгновение счастья. Ты мой маленький. Замечательно. Улыбнуться друг к другу, подружиться и вновь поверить. Чудеса случаются. Мальчик, да? И собачка. Самое главное, что взрослые люди, которые здесь находятся, могут увидеть своими глазами, что именно такие дети нуждаются в особом внимании, поддержке. И в том, чтобы их не жалели, а подбадривали. Это очень важно. Наблюдать за тем, как малыши искренне радуются подаркам. Разве это не удовольствие? Самое любимое мороженое! Исполнить самые заветные желания, вручить подарки в общей сложности на 20 миллионов рублей. Семье Черновых – автомобиль. Еще 9 сертификатов на машины другим, многодетным мамам и папам. Школьникам, закончившим год на отлично все, что нужно для учебы. Компьютеры, планшеты. Детям из малообеспеченных семей путевки на море. Многие из них, кстати, увидят его первый раз в жизни. Получившие в дар телефонные фотоаппараты приготовили гостям свой сюрприз. Огромную цифру 1. Получившие в дар телефонные фотоаппараты приготовили гостям свой сюрприз. Огромную цифру 1, составленную из стульских пряников. А после того, как к бою часов на колокольне добавился перезвон маленьких колокольчиков, радости уже просто не было предела. Мне очень нравится, все так клево. К нам приехал первый канал первый раз. Да, и тут весело очень. А кого вы хотели увидеть? Смотрите на нас, сколько звезд. Мы хотели увидеть Леонида Аркадьевича Якубовича. У вас есть возможность ему передать привет? Что вы хотите сказать Леониду Якубовичу? Леониду Якубовичу, долго вам счастья, здоровья, чтобы вы жили вечно и вели в любимом поле чудес. Якубович не подвел. С шиком, достойным ведущего поля чудес и настоящего сказочного волшебника, в компании Аллы Михеевой он уже по традиции прилетел сегодня на вертолете. И, как в известной песне из мультфильма, привез в подарок, ну, как минимум, 500 эскимо. Давай! Привет! Привет! Я, когда сегодня летела с Леонидом Аркадьевичем, я почувствовала нас настоящими волшебниками, которые прилетят сегодня, раздадут детям мороженое, и увидят их вот это скромное спасибо, счастье, блеск в глазах. Это огромное, великое счастье. Шуметь и выходить из палаты нельзя, но по случаю такого праздника доктора разрешили. Маленьким пациентам детской областной клинической больницы и реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями участники благотворительного марафона привезли то, что обязательно поднимет им настроение. Вздоровление теперь точно пойдет быстрее. Это польские отцелать! На карту скорее играть! То ли диковинная акробатика, то ли гонки. Весело сегодня было и на велотреке. Здесь прошли соревнования по бегу велом. На велосипедах без педалей чемпионские амбиции у самых маленьких. Я тренировался полгода. Я хочу выиграть сегодня грамоту, медаль и кубок. И еще у меня позитивные эмоции, очень позитивные. Давно известно, вместе крутить педали веселее в Центральном парке культуры и отдыха сразу 40 велосипедов достались с Аргановым, детям из самой большой приемной семьи России. Спасибо! Не спугнуть это новое для себя ощущение, когда есть мама и папа, привыкнуть к нему. У братьев Сережи и Кирилла даже кеды пока из детского дома. Вот они подписаны, чтобы ни с кем не спутать. Сегодня их как могли отогревали теплом и тоже радовали подарками. Я вижу буквально даже внешне, даже взгляд, даже лицо изменилось. Кирюшка утром проснулся словами «Мы дома?» Я говорю «Дома». Он говорит «Хорошо». Они себя считали всегда детьми из интерната. И сейчас они, естественно, так и говорят «Мы домашние». Где только не побывали звезды первого. В Тульской области они объехали более 20 площадок. Вместе с ними ребята прокатились в необычном поезде на детской железной дороге. На скорость разбирали и собирали автоматы в кадетской школе. А в Ясной Поляне изучали географию по карте пазлу, на которой причудливым узором сложились единое целое все регионы России. Многочисленные мастер-классы и своеобразный конкурс «Голос. Дети» еще раз показали, как много в нашей стране одаренных детей, но еще больше тех, кому нужно помочь стать первым. Познакомились с потрясающими детишками, ребятками. Все такие веселые, радостные. Сразу видно, что летнее настроение, и все у них хорошо. Я желаю всем добра, удачи, любви и, конечно же, хорошего настроения. Благотворительная акция проводится уже в 13-й раз, но сегодняшний праздничный марафон можно, пожалуй, назвать самым масштабным из всех. И, наконец, финальный аккорд. Грандиозный галоконцерт и дискотека. У этой сцены сегодня вечером точно будет жарко. Илья Костин, Андрей Бакашев, Елена Макарова, Лариса Никитина, Артем Тихонов. Первый канал. Тульская область. Продолжение следует...